Сегодня у нас 10 июня, июля, вернее, 2017 года. Да, июля. Да, июля, да. Вот мы недалеко от скворечника нашего дома. Вон голубятник начался. Вот здесь подошли, увидели. Начался. Давайте. О, блин, так вот подержать. Инатьич, что за птица-то? Это копчик. Копчик? Хищник. Красивый такой, маленький истребок. Он гоняет голубей, ловит такой маленький, голубя поймает свободно. Это дети выросли, детишки из гнезда уже вылетели. Вон внизу помет, это сколько белого. Ага. Значит, они не один день тут сидят. А гнездо теперь не имеет значения, в гнездо они уже не вернутся. Я сейчас ничего не могу припомнить, как у меня он оказался. Ну, как-то оказался такой. И он, я уже большой был, наверное, властью в четвертом, лет десять. Я его не учил, ничего так это сказать, как вот учат-то. Я знаю, как это, комната наполненная водой, садиться некуда, только на руку там, ну все такое. Ну, он ко мне возвращался. И я отцу помогал, он отец когда пригонит, а я иду в обед, и овечки лежат, и я должен смотреть, чтобы никуда не ушли. Ну, и где-то там пошел постель или что-то такое, пошел дождь, град, а он у меня дома сидел, так сделана была решеточка, и крыши-то не было. Ох, я как домой бежал, боялся за него, прибежал, а он мертвый лежит, его захлестало где-то. А когда за овечками был, на этом пруду Костровом, Симаковский, он в это время летал за чибисами. Там много их было, пигалки мы звали, чибисы. А там рядом пушинки, что ли, у него. Вон летает где-нибудь. Вон второй летит. Нет, это грачи, наверное. Да, это грачи. Вот они сидят, хищники. Они у меня, наверное, голубятни-то поорудовали, будь здоров. А вон третий сидит. Где? Вон, выше, выше. А что-то не заметил. Ну, они хищники, но с крючком, но красивые. Слушай, они не улетают, они еще не знают, что такое человек, какая опасность. Да, три, я вижу три. Один улетел, это, видать, старший. А рядом перышки. То ли линяет, то ли все. Если там перышки, то и внизу перышки есть. Они, у них гнездо такое же, как у ворона. Не как у сороки. Сверху нету никакого сооружения-то. Эта старуха все загородит. И залезть только сбоку. Ее очень трудно взять, она клюет. И к ней никто не лезет. А он охраняет своих. Коршун появляется, он сразу взмывает вверх и, ну, охраняет белый дом, когда вертолеты там у президента. А вон, смотри, на крышу полез. Это оборваться может. Ну да. Держаться-то не за что, помоги им, Господи. Видишь как, пожилой человек, они много лет уже работают. 30 лет. 30 лет. Крыша-то какая получилась, как череписы покрыты. Да, да. Какие современные делаются. Вот такое дело. И у меня его больше не было, я больше не держал. Кроме вот этого коршуненка. Достали их сразу трех. Двух у меня взяли в живой уголок. В Барнауле отвезли. А одного током убило. Так я его учил так, голову крыса отрежу за ниточку и тащу. Чтобы он бросался и ловил. Как он в природе будет. А здесь дядя сидит, а тут яма. Видишь, забросана. У кого-то был погреб здесь. Видишь, как далеко от дома. И, ну, не скоро найдешь. Он закрытый. И зимой никто не придет. Тут надо иметь в виду, в случае чего тут погреб. У нас там есть два погреба. Два. Сделали мы бетон. И не считая, где картошку храним. Я все прибавляю, что в деревне вот так приходится все знать. Это мы пилили. Сучки. Мешали проезду. Вот оно где. Клен видно. А это ветлина. На ветлине. Раз они тут сидят и погадки у них. Погадки называются. Значит, у них где-то гнездо рядом было. И, как я приехал месяц назад, мы могли взять их. Но, опять же, это возни много. А зачем нам это? Обойдемся. А вы говорите, гнездо было. Что они разрушают гнездо свои же? Ну, оно целое. Только его не видно в ветвях. Ага. Ну, мы его найдем еще дальше-то. Ну, да. Согласен. Вот месяц назад, когда я приехал 10 июня, в это время они были маленькие у него. Уже они были. А сейчас сидят, знаешь, какие сыщи. Вон они как топчатся ногами. Они уже готовы полететь. Но, видимо, не спешат. Вон, как, натопоршился один. С той стороны. Внизу который самый. Хвостик какой. Так ему уж положено. Листьями он не может питаться, как гусеница. Ой. Это Терентий накрутил круги такие. А вон Алеша. Идет. Опа. Пошли. Пойдем. Сейчас подойдем сюда. Ну, мы его расскажем и покажем. Молодец. Молодец, Шарик. Шарик молодец. Молодец. Сторож наш. Шарик. Копчик летает за голубями. Ну, мы пришли посмотреть. Малыши у него вылетели от себя три. Видишь на ветке? Вон на ветке внизу. Вон на правом внизу еще три. Вон там вверху и два. Видишь? Вон раз, два. А вон, вон далек, это отец. А вон четвертый, вон сидит еще. А вон прямо около дерева. Толкнул сам. Ага. 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 И вон на конце. Вон еще на дальнем, вон. И кто такие? Копчик, копчик, хищник. Маленький орлик, так можно назвать. Он очень активный такой. Я когда-то воспитывал одного. Да еще там. Значит, что там? Трал, говорит, будет они заказывать забирать трактор уже завтра-послезавтра оттуда его уже, говорит, и прямым ходом сразу сюда повезут. Ждут погоду, ждут. Погоду выпросили у Бога. Все. Почему? Ну, сделали все как. Ну, сделали что теперь? Теперь забирать трактор и везти сюда. Ну, нету опять же. Они ждут не погоду. Значит, в это. Я привез лес, в общем, выхватил, какой был. У них шестиметровых нету. Есть пятнашка плаха, четырехметровая. Я взял по метражу, там, 32 метра. Ну, про нас-то сказал, что не додали, то он соглашался отдать. Вот я и забрал ваши. Теперь надо это, приехать забрать. Ну, на тележке? Ну, да, приедет. Мы сейчас вместе погрузим. Ну, все. Угу. Сколько? Тогда мы в расчете с ними, да? Ну, все. Я говорю, дайте хоть что есть. Ну, значит, а, дорогой, ты не напомнил мне? Он сюда сам приедет и поговорит. Ну, что там? Ну, главное, он, это, выдвижной какой-то у него. Я говорю, Владимир, а сможешь попробовать? Вот. Он приедет, расскажет, чтобы, это. Ну, да. Я думаю, где, вот, Костровый возникло, тут можно попробовать. Ну, пусть, это, ладно, пусть приедет, все. Мне, мне большое желание хочется Камагориху снять. Не, сделать не Камагориху никак, не подогнать. Ну, пусть он посмотрит, может, он скажет, можно. Подогнать, эту бульдозу должен прямо связать. Угу. Площадочку сделать небольшую. Да, площадку. Так, как он зайдет, он же меня противит. Угу. Ну, должны заботиться... Сарик, сарик. Молодец, молодец. Подгоняйте. Все, в понедельник, в среду ждать. Ну, дай Бог. Да. Ну, и как раз и получается, четвертый день молока, он приедет, на мыши кормить. Ну, вот. Все. Да. Завтра служба будет? Да. Ой, ой. Молодец, царик, молодец. Ну, все. Все, да? Все. Ага. Шарик, мувница. Умница, шарик наш. Ушел. Шарик, вот он как он. Вот он радостный пёсик у нас. Шарик, ну! Ну все, Слава Христу! Алексей заботится, чтобы пришел бульдозер. Он где-то у них, хватит за подвоз. Нет погоды, помолитесь, мне позвонили. Погода хорошая, а трактора нет. Ну и как? А то мы сейчас пойдем, попробуем, если получится. В пастынику привязать. Ладно, разобрали, там уже часть разобрали, в течение. Сейчас вторую часть будем разбирать. Вот когда делали, я не знаю, почему не делали. По-моему, потому что проволоки не было, что ли. И вот ее здесь надо сейчас сделать, вот привязать. Ну как пастынки привязали. Но у нас не хватит, только на два раза. А почему не сделали? Да потому что она закопана в земле. Вот так, если бы она была привязана, тогда бы она не увисела. А так она, ну тем более, она сосновая. Я думаю, не это, можно попробовать привязать. Если он подвинет ее в ту сторону, то она может вывернуть. Но она закопана, по-моему, она хорошая. Я даже сейчас постучу, узнаю. Не очень-то. Не очень-то. Не очень, да. На голубелку делал это. Не могли забить, говорит, никак. Все, давай попробуем забивать. Угу. Угу. Вот так вот. Вот так вот. Угу. Угу.